Берт Херингер, он получил психоаналитическое образование. На одном из тренингов, случайно, участвуя в каком-то подобии ролевой игры, он почувствовал, что он испытывает не только свои чувства как человека в достаточно серьезном возрасте, находящегося на тренинге, но и эмоцию человека, который ему и не знаком. Он был достаточно мудр, чтобы понять, что это что-то необычное, что это какой-то феномен и обратить на него внимание. Из этого родилась основная техника, которая используется в расстановках, это техника замещения. То есть, когда человек, который пришел, совершенно впервые может видеть того, кому делается расстановка, но после вот такой не сложной процедуры, вот я сейчас покажу эту процедуру, подходит, ложится руки на плечи, вспоминается тот, о ком нужно, кем назначить, да, например, я скажу назначить чему? Папу, да? Ты не Маша, ты мой папа. Ну, я говорю это сейчас, хотя может и непроизвольно произведите назначение. И где-то, вот в пространство, вот здесь у нас свободное окно, где-то есть свободное пространство, где-то поставить. Вот если так поставить одного, потом, например, Диану даже еще кем-то там, например, мамой, да, поставить сюда, ну, это уже будет понятно, почему есть термин расстановка, да, то есть расставить заместителей и в принципе создать по себе начало. Создать модель отношений, которые исследуются, и еще что открыл Гарт Херингер, и что еще более фантастично звучит даже, это и первое замещение как таковое звучит неудивительно, этот феномен нужно увидеть, да, это нужно увидеть и в принципе пройти какой-то барьер, потому что, ну, им кажется, что это невозможно. Ну, как человек, который вообще ничего не слышал о моей ситуации, да, и там о моем папе он никогда не видел, никогда не это самое, может вообще что-то помочь. Но когда мы видим заместителя, который практически иногда даже жесты повторяет, да, вот, постоял там 30 секунд, у него начинается этот эффект, то тогда просто, вот, легкое обалдевание, а потом понимание, что это есть, что это существует как факт, и все, да. Нет, я дальше пошел, я понял, что замещение происходит непроизвольное, оно совсем не в этой процедуре может происходить, да, я могу, например, сесть и беседовать с вами, да, и вы будете общаться со мной, или вы будете общаться со мной, мне кажется, сейчас это произошло, кстати, да, перенос произошел ваших каких-то внутренних отношений с кем-то, вы могли перевести на меня, ну, может быть, с папой, может быть, с кем-то другим, и получится вот такое противостояние, ну, то есть, ну, какое-то несогласие. То есть это происходит. На нас может быть перенос такой произойти в общественном транспорте, да, и ты как раз реагируешь и не понимаешь, что ты так не реагировал, да, ну, вот на этот человек непроизбольно тебя назначил, да, сам не понимаешь, что это самое, и ты сыграл роль для него, вышел, думаешь, что такое, какая-то змея из конопли, да, то что-то, выползла, ку-ку, ку-ку, а потом шутся, ш-ш-ш, и пошли. То есть я к тому, что само назначение, оно прекращается где-то минут через пять после окончания процедуры. Бывает дольше, но это означает что? Что у человека очень похожая ситуация у самого, и он, что называется, попал в резонанс. То есть у него такая же, в родовой системе в его отношении, такая же ситуация, да, и он еще допереживает. То есть вот сейчас он получал помощь, и не только ситуацию в колумбе, да, а еще и его затронуло. Это у него тоже такая ситуация, структура действия. Ну тогда, в принципе, можно с ним поработать отдельно и найти ему решение. Или, ну, может подержаться чуть дольше, ну до часа, например, такой резонанс уходит, да, успокаивается человек. Что позволяет создание модели? Модель позволяет посмотреть на то, что происходит со стороны. Ну, диагностика, как вы сказали, да. Вот у меня отношение с этим человеком, я хочу понять, что я чувствую, я хочу понять, что он чувствует. Вообще, что у нас происходит, да, между нами. Насколько она… Есть ли у вас вопросы? Я не знаю, как вот разграничить все, что касается проблем подсознательного, к проблемам, которые ты можешь решить сознанием своих усилий и воли. И то, что вы говорите, все бытовые проблемы, начиная с утра до вечера, или я ошибаюсь, то есть как… Пытаться решить сознание… Ну, я только говорю вашу фразу, можно иметь полностью силу воли, если всем нравится, да? Ну, может быть, я неправильно выразился, я просто хочу еще тоже понять, зачем я пришел, потому что… А, можно разобраться, да. Потому что, с одной стороны, я себе хочу сказать, да, если… Потому что, если натаскивать, надумывать, можно, конечно, любые проблемы взять и это… А если спокойно и нормально под другим углом все посмотреть, то сам расставил, и вот как мне понять, у меня есть проблемы или нет? Если есть запрос какой-то… Здесь не нужно самому разделять, что вот это, наверное, я сознательно… Просто есть какая-то ситуация в жизни, есть какой-то вопрос, который вот… Я давно с ним взаимодействую, не могу его… Есть задолго… Да, и уже говорили… Кстати, это классическая ситуация, есть ли у меня запрос, если у меня… Как мне это ставить запрос? Особенно для мужчин. Нас же воспитывают в том смысле, что мы сами должны со всеми справляться. И силой воли. Да, они воспитывают, потому что мы мужчины, нам надо идти на зверя, на врага там и так далее, да, если мы не научимся. Ну и тут есть такая сложность, если вы не специалист, да, вот я специалист, я могу сам в себе, не то просто дитяного уже опыта, а самонаблюдение. Ну это такое… психологов этому учат, к сожалению, кстати, пока что плохо учат. Интерспекция называется, самонаблюдение, да. То есть я могу сам себе сказать, какая моя реакция является адекватной, да, то есть реакцией, а какая моя реакция связана с подсознанием. И я уже пошел немножко куда-то не туда, да, мне… что называется, понесло. То есть если вам поставили, например, чай, а вы устроили после этого скандал, вы сами себе, в конце концов, скажете, слушай, а что это я делаю, да, почему? Ну, может это не воспитанность? Ну… Или по-другому назвать? Ну, в принципе, вы же сами о себе знаете, что вы в другой бы ситуации привели себя воспитанным, да. То есть если вы чувствуете, что вы собой не управляете, да, что с вами как бы это происходит, а не вы делаете это целенаправленно или в качестве реакции, то тогда это, скорее всего, подсознательное… Давайте на примере, хорошо. И, да, в принципе, определиться с проблемой – это, может быть, даже полдела. Хорошо. Ну, насколько я понимаю, еще раз подкоментирую, кто не был на расстановках, вы, вы и вы, да. Поэтому нам еще нужно, в принципе, для того, чтобы вы смогли сначала спросить у вас за желание быть заместителем, да, а потом немножко научить вас быть заместителем. Спрашиваем у вас желание. Вы хотите, можем… Согласны ли вы быть заместителем? Не пугаете ли вы? Я согласна быть заместителем у Насти. Душа моей. А заместителем при расстановке всех остальных? Нет, с тем, что мы очень близкие люди друг к другу. А как раз именно в этом случае не рекомендуют. Не рекомендуют. Но это то, что я… Девочки, кстати, можете… Дело в том, что ваше знание, да, станет оружием против ситуации. То есть оно не поможет Насте, а помешает. Вы будете… Вы же остаетесь в сознании. Это же не гипноз, да? То есть вы, в принципе, у вас мозги включены. Отключить их крайне сложно. Когда человека вообще не знаешь, ну, что-то происходит. Я не знаю, что… Ну, наверное, это к нему имеет отношение. Я говорю, что со мной происходит. А когда вы связаны, да, и у вас есть какие-то представления о том, как правильно или как неправильно, или как она хочет или не хочет, и может это у нее будет или не может, у вас включается фильтр внутри. И вы даете не совсем точную информацию, и вы ей не поможете. Я стараюсь избегать назначения близких. Муж, жена, друзья близкие. Понимаете? Нет объективности. Как раз для диагностики, которая нужна, самое важное – это объективность. То есть человек вообще ничего не знает. Вот чистый лист. Ты должен показать тем, кто не знает, что такое замещение, да, показать, в принципе, что это такое. То есть небольшое упражнение привести. Хорошо. Давайте тогда поделитесь как-то. Не на пары, которые друг друга знают. Дед, а вы тоже уже знаете. У нас только трое упражнение. Все встали, все встали, разбились на пары. И мы попробуем сейчас чувствовать. А мы все друг друга знаем. Ничего страшного. Мы сейчас делаем настройку небольшую. И вот ты не знаешь, Настю подходи. Утрость и Насте. Максим Дмасса особо не знаешь. Делаем небольшой настрой. Чуть-чуть. Ну вот пары. Расстояние. Немножечко, да. Какое-то расстояние. Дабы не фонить. А друг к другу. Чуть повыше. Вот так вот. Тычет, тычет. Вот сейчас вы встали. Просто прислушайтесь к тому, что вы чувствуете. Относительно того, рядом с вами. И вообще того. На что обращать внимание? На физическое состояние. Может быть там где-то дискомфорт. Может быть там тяжесть в руках. Может быть просто. Ну в общем на физическое состояние. На эмоциональное состояние. Ну как и в легкие. Раздражение может быть. Ну может тоже ничего. И направление внимания. Внимание внутрь. Внимание наружу. Если наружу, то куда. Если внутрь, то куда. А там в ручь. Хорошо. Обратили внимание. Зафиксировали это ощущение. И просто поменялись местами. Тот сустанец. Право, остались слева. Хорошо. А теперь снова прислушались к тому, что вы чувствуете. По вот этим параметрам, которые я назвал. И есть ли разница между тем, что вы чувствуете, когда вот сейчас с другой стороны? Да. Есть разница. Можно, например, хотя бы по принципу комфортно-не комфортно. То есть как бы так. Лучше там было, там было приятно. Есть разница у вас? Есть ощущение разницы у вас? Одинаково. 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 Что там, что там было. Одинаково. Хорошо. У вас? У меня больше одинаково, чем у вас. Больше одинаково, чем у вас. Одинаково. Хорошо. А теперь кто-то из вас. Ну, сам решите. Кто-то первое. Нет. Встаньте впереди. А другое останьте за день. Да. Я чувствую, что... Ну, помогите. Я чувствую. Если хочется. Разница сейчас есть, опять же прислушившись к своим ощущениям. Есть разница между тем, что стояли только что сбоку? Вам так комфортно или некомфортно? Некомфортно. Да. Это разница. Лучше было рядом. Да? Вот так вот. Некомфортно. Если какая расшатывает, если вы заметили. А вы почувствовали разницу между тем, как стояли. Вообще ничего не чувствуете. Хорошо. У вас есть ощущение разницы? У вас? У меня так комфортно. У меня тоже так комфортно. Хорошо. А теперь опять же поменялись местами. Тот, кто впереди стал. Хорошо. И опять же то же самое. Есть ли ощущение разницы? Может быть, где-то, где-то? Ну, сразу нет. Некомфортно? Некомфортно. У меня сзади лучше. Сзади лучше. Я не радуюсь. Вот так вот. Вам? Мне не комфортно. Не комфортно. Вы почувствовали разницу между хоть какими-то расходами? Вообще не обращайте. Какое просто вообще мнение? Вот здесь вы почувствовали разницу между всеми предыдущими, и здесь вам менее комфортно. Вот, в принципе, именно вот эти ощущения нужны будут мне... Большие, тонкие, не то что там какой-то... Нужны будут мне в момент, когда вы будете заместительными, да? Считать мысли заместитель, в принципе, не может. Да? Он может считать отношения. Вот я смотрю, мне почему-то вот этот заместитель, да? Он меня что-то раздражает. Ну, эмоция, да? Отношение и эмоции. Аминь. Может, физическое состояние его считано. Может, просто считано некомфортно. Да? Я написал. И это уже моя работа. Из этого сложить, да? Информацию о том, что происходит в вашем подсознании, бессознательном, да? Я делаю предположение, и в процессе я буду вас расспрашивать, да? То есть, что-то вы о себе же знаете. И мы будем эту информацию, ну, как бы, перепроверить. То есть, меня уговорят.